От льгот отказываюсь, написала Ольга Бурмистрова несколько лет назад. И восьмой год после инфаркта ей приходится поддерживать свое сердце за собственный счет. Их в перечне нет таких лекарств, какие мне нужны. Вот Эликвиз я беру, он в среднем 2,5 стоит. Это от сердца. Тем не менее, в списке льготных лекарств около тысячи пунктов. Медикаменты – самая дорогая часть соцпакета. Сейчас получать их могут почти 250 тысяч жителей края. Пользуются этим правом лишь пятая часть. Остальные выбирают деньги – 826 рублей в месяц. Как показывает жизнь, эти деньги тратятся не на лекарства. К сожалению, когда случается такая катастрофа, человек отсутствует в льготе, то есть у него нет возможности приобретения бесплатных лекарств, то тогда, конечно, происходят достаточно серьезные последствия, потому что надо лечить уже не только основное заболевание, но и его тяжкие последствия. Распорядимся деньгами сами. Часто причина отказа от льгот, говорят в Минздраве. На втором месте – недоверие к отечественным препаратам. Жители отдаленных районов и вовсе считают процедуру неудобной. Хотя специалисты говорят, рецепт на лекарства должен выписывать участковый терапевт, а вдавать препараты могут в местных аптеках. В Минздраве подчеркивают, деньгами за год человек получит всего около 10 тысяч рублей, в то время как на лечение льготников порой уходит в разы больше. Те, кто у нас пользуется пакетом примерно 75-80%, получают они в основном примерно где-то на 13-15 тысяч в год. Но у нас есть и такие больные, которые вот за счет этой суммы получают и препаратов на миллион рублей, на 5 миллионов. Большие траты нужны инвалидам, онкобольным, пациентам с бронхиальной астмой, сахарным диабетом и другими тяжелыми заболеваниями. Выбрать соцпакет или несколько сотен рублей льготники могут до 1 октября. Но то, чтобы изменить решение, понадобится месяц. Впрочем, для Ольги Бурмистровой выбор и в этом году очевиден. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости.